Вот ты русский? Русский. Значит, должен быть православным. Меня, честно говоря, очень печалит. Антиевангельский дух здесь прослеживается. Идите и крестите все народы. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа. Во Христе нет ни Эллина, ни Иудея. Добавим мы ни русского, ни украинца, ни француза, ни китайца. Если Христос – это истина, то эта истина не зависит от национальности. А тем самым мы просто изменяем духу Христа. Если мы говорим, что если ты русский, то должен быть православным. А если я не русский, если я француз, значит, я должен быть католиком. А если китаец, а индус, а татарин, все, значит, я должен быть буддистом, мусульманином, кем угодно. Но это не миссионерский, это не христианский подход. Это просто вот именно принятие веры, именно как культурной традиции. Условно говоря, если я русский, я должен играть на балалайке и ходить в сапогах, а если я китаец, должен, соответственно, одеваться в свою собственную одежду и есть рис. Понимаете, это культурные отличия, а не религиозные. Это вопросы не спасения, а просто какой-то нашей культурной резервации. Поэтому я говорю, что меня, когда слышу такое, меня печалит. Да, я могу сказать, что русским повезло, что князь Владимир избрал для нас православие. Ну что, а французам не повезло, значит, они все попадут в ад, а уж с мусульманами или другими иноверцами. И еще ситуация более печальная. Поэтому, конечно же, поскольку люди везде одинаковые, и Христос пришел возвестить истину всей твари, всему человечеству, то мы должны, конечно же, так к вопросу не подходить, а подходить самым серьезным образом. И сегодняшняя наша с вами встреча, она будет иметь, может быть, несколько иное направление, чем предыдущие наши встречи. Если бы раньше, как правило, занимались опровержением положений атеистов, то сегодня, скорее, мы будем заниматься такой вот объяснением учения православной церкви. Ну, понятно, что здесь мы коснемся и других проблем, но я не случайно сказал это, потому что сегодня я достаточно часто буду зачитывать вам цитаты из Отцов Церкви, из Священного Писания, что обычно я не делаю, стараясь донести до вас просто понимание проблемы. Здесь важно не только понимать решение этой проблемы, но и знать, как эту проблему решали богословы и, прежде всего, отцы церкви, чтобы знать именно православное решение этого вопроса, чтобы не впасть в какие-то неправильные ее толкования. Ведь вера имеется в виду истинная вера, и когда мы говорим о вопросах спасения, здесь уже не может быть просто какого-то личного его понимания, как я толкую, этого уже здесь недостаточно. Спасение осуществляется только в Церкви, только на основании Священного Писания, ибо сказано, исследуйте Писание, ибо так вы надеетесь обрести жизнь вечную. Поэтому сегодня у нас будет скорее не столько апологетическая и философская, но и богословская беседа. Итак, прежде чем перейти конкретно к анализу этого вопроса, сразу сделаю небольшое замечание. Я сказал о том, что проблема отношения веры и разума поднимается с самых первых веков существования христианства, поднимается и на Востоке, и на Западе. Но при этом удивительное дело, на Западе проблеме отношения веры и разума, по этой проблеме существует множество споров. Споры бескомпромиссные, часто даже заканчивающиеся решением о признании того или иного философа или богослова, решавшего эту проблему на некоем поместном соборе еретику. На Востоке эта проблема также поднимается, но споров нет. Есть скорее какой-то поиск, совместный поиск решения на какой-то одной общей основе. Вот есть какое-то понимание сложности этой проблемы, разные взгляды, но не столь радикальные, как на Западе. В чем причина этого? Я думаю, что одна из причин, мы к этому вернемся, одна из причин – это большая рационалистичность западного богословства, незападной философии и некоторая попытка в большей степени исследовать эту проблему с точки зрения разума. И поэтому проблема соотношения веры и разума на Западе принимает отношения, вообще проблемы отношения науки и христианства, философии и богословия. Кстати, отзвуки этих споров, какие отзвуки? Собственно говоря, скорее, наш мир современный – это наследие той западной культуры. и поэтому наш современный мир, который в большей степени доверяет разуму, он как раз есть продолжение тех, в том числе и тех споров, которые бушевали в Западной Европе в средние века. А вот это восточное решение, православное решение, оно хранится в церкви. И поэтому, чтобы понять проблемы современного мира, посмотреть на проблемы, которые были бы понятны современному человеку, я думаю, что будет небесполезно посмотреть на те споры, которые бушевали в Западной Европе, начиная буквально с первых веков. Я говорю, что Западная Европа, но это скорее понятие не географическое, а скорее такое культурологическое, философское, потому что, как сейчас вы увидите, к этой Западной так называемой Европе будет относиться и Северная Африка, и некоторая часть Восточной Европы. Но дело в том, что здесь мы говорим о Западной Европе в плане культурном, в плане скорее римско-католическом способе богословствования, которое было присуще достаточно многим богословам. Итак, давайте посмотрим на эту проблему. Понятно, что есть должна быть какая-то магистральная линия в западном богословствовании, и эта линия представлена следующими именами. Конечно же, это главный авторитет для любого западного христианина, и католика, и протестанта – это Августин. Блаженный Августин, как говорим мы, или Святой Августин, как принято говорить в католической традиции. Но Августин не один. Еще задолго до Августина Александрийский мыслитель Климент, Климент Александрийский, предложил вот такое решение, проблемы отношения веры и разума, которое затем в западной традиции сформулировано было в виде такой простой формулы – верую, чтобы понимать. В дальнейшем эта формула стала… Продолжение следует...